Решать проблемы вместе. Активисты-общественники и представители городской власти за круглым столом обсудили развитие Самары. Тема номер один в повестке дня – в парковке для инвалидов во дворах. Проблема типичная для мегаполисов. Не каждый российский двор в принципе может обеспечить безбарьерную среду для инвалидов. Для них, между тем, автомобиль не просто средство передвижения, а вещь жизненно необходимая. Поверьте нам, у нас еще огромное количество трудностей, с которыми нам хочется справляться. И вместо того, чтобы жить полноценной жизнью и доказывать этому обществу, что мы совершенно конкурентоспособны, полноценны, нам нужно просто помочь. Помочь теперь стало гораздо проще. Для того, чтобы официально получить парковочное место, инвалид должен обратиться в районную администрацию. Всю дальнейшую работу специалисты берут на себя. При пообращении в администрацию мы направляем департамент транспорта, который согласован в данную схему с ГИБДД. Потом дает ее нам, и мы уже на основании этой схемы проводим либо конкурсы, либо исключаем муниципальный контракт для стратегии без конкурса, и, соответственно, работать проводим. Еще одной темой для обсуждения стала форма проведения публичных слушаний. Их стали проводить дистанционно. Как поясняют власти, плюсы уже оценили работающие самарцы и те, кто находятся за городом. Теперь свое мнение они могут выразить в удобное для них время по интернету. Нет необходимости ехать на слушание в определенное и, возможно, неудобное место. Выгоды для бюджета, сбор мнений не требует затрат на организацию открытых встреч с жителями. По итогам заседания сформулируют рекомендации, которые городские власти всегда учитывают в своей работе. Ни одно из наших предложений не выпало из поля внимания власти. Ну вот выполнение конкретно пока 60%, а остальные находятся в работе. Но некоторые носят долговременный характер нашей рекомендации власти. Свои рекомендации Народный фронт направят в профильные ведомства. И, судя по опыту общественников, к ним городские власти прислушиваются. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.